Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Ролик не случайный, потому что много скопилось противостояний на просторах интернета. К вашему сегодняшнему вниманию авторский мой ролик «Кристаллизация в феврале» продолжается. Сегодня 23 февраля. И поскольку сейчас выходные дни, суббота-воскресенье, захотелось с вами поговорить по душам. Сегодня 23 февраля, и мы только что вышли из полнолуния, как из большой болтанки или хаотических состояний на внешней сцене общих проявлений. На поверхность поднято всё, как негатив, так и позитив, везде и на всех уровнях нашего бытия. И как вы видите, вот в таком ролике, как «Катаклизм за неделю» с 15 по 21 февраля, можно увидеть, что на планете Земля происходят всевозможные изменения. Там, где не было снега, выпал. Там, где засуха, наоборот, наводнение. Вы, конечно, можете это посмотреть сами. «Катаклизм за неделю» с 15 по 21 февраля. Но что же происходит с нами на духовных уровнях? Та немногочисленная группа, которая верит в себя и доверяет Вселенной практически не затронута. Потому что уже недосягаема для хаотических, поверхностных, социально-информационных волн. Потому что они ближе к своей центрированности, ближе к светимости, ближе к слиянию внешнего и внутреннего, когда все едино и неделимо. Другие в бесконечном поиске врага заигрались и уже не знают, на кого свалить и все желательно разом. Они до сих пор в доказательствах собственной значимости и, естественно, утрачивают свои уникальные возможности и свои уникальные способности нового восприятия высоких частот. По-прежнему находясь в низких частотах мироздания, утверждая таким образом их существование. В начале февраля был выложен ролик «Кристаллизация в феврале» и говорилось о том, что мы проходим спуск. Так вот, слалом – это тяжелый вид спорта. И вы об этом все знаете. Где нужна концентрация, смелость, мужество, гибкость, способность проигрывать, способность падать и подниматься, способность преодолевать, способность любить жизнь. И вот в такой февральский слалом мы с вами и попали. Просто пришло время. И кто-то сошел с дистанции, кто-то наработал мастерство, кто-то упал, поднялся и поехал дальше. Но есть просто наблюдатели. Как у вас там получается? Ну-ну, посмотрим, на что их хватит. Вот такой короткий месяц – февраль. Как всем известно, на тонком плане мало кто спит. Поэтому и силы тьмы предприняли все возможные рычаги, чтобы в этом месяце жестко перессорить всех, кто устремлен к свету. И это тоже информационная технология или ловушка, надавливая на самые слабые места, которые они определяют в каждом из нас на раз. И только с юмором и способностью вести игру в нужном направлении при полной убежденности «Я дома?» «Я в свете?» «Я в любви?» Возможно остаться в высокочастотных энергиях, отказавшись осознанно от противостояний. Конечно, и как всегда, все, что не делается, делается к лучшему. И негатив в итоге всегда работает на позитив. И только в свете рассеивается тьма. Конечно, мы это все знаем. Поэтому любовь к себе, уважение к своей жизни позволяет выкристаллизовываться в феврале самым прекрасным проявлением души здесь, в материи. Все эти слова сказаны только с одной целью. Как напоминание. Не ищите врага. Не тратьте время. До конца февраля осталось совсем немножко. Великое центральное солнце делает свое дело. Высушивает эту мутную воду. Вы знаете, как делается соль, которую вы каждый день употребляете в пищу? Есть очень занимательный документальный фильм. Кто желает, посмотрите. Соль, жир, кислота, жар. Где вы сможете посмотреть о 400 видах соли и добычи в Японии. Об ее особенностях. Так вот, до поры соль растворена в воде. Ее не видно. Но вода, как вы знаете, соленая. А когда эту соленую воду помещают в отсеке, то она, просушиваясь на солнце, образует кристаллы. Так и в нас с вами выкристаллизовывается самое прекрасное, на что способен человек. Кому-то нужно совсем мало времени на переосмысление, а кто-то так и болтается в доказательствах и в противостояниях, теряя время, жалея себя в дебатах и конфликтах, наивно думая, что он ищет истину. Дорогие друзья, если все упростить до предела, то возвращение в миры света происходит гораздо быстрее, чем спуск в миры материи. Дорога-то известна. То была дорога разделения и фрагментации, а при возврате, мы же поднимаемся, сборка и объединение. Единство душ. Вот что я сейчас делаю на канале. Предлагаю объединиться в пространствах света. Сюда зайти на эту территорию света может только устремленный к свету, любящий мыслитель. Вот так это просто. И те, кто не может зайти на эту территорию, будет доказывать, что этого не существует. или привычка искать врага. Если кто-то помнит, то когда-то была партия «Все против всех». Еще такая звучала фраза из мультфильма «Баба-яга против». Так вот, в феврале мы с вами имеем дело с освобождением от противостояний, от осуждений, от суждений, от мнений, от зацикленности, от авторитарности, от критики, от ложного и напускного, преобладания одного начала над другим. И полнолуние активно участвовало в этом подъеме негатива из пространств подсознания. Ну, конечно, есть практики. Конечно, можно вообще все подсознание трансмутировать фиолетовым огнем. Пожалуйста, кто мешает? Ну, есть те, кто хочет пройти это на опыте в мире материи. И признавая собственное преломление и искажение во времени и пространстве, можно гораздо быстрее освободиться от этих перекосов. Боже упаси, если вы думаете, что я кого-то обвиняю. Нет. Но посмотрев, как люди общаются или учатся общаться между собой, просто наблюдаю и делюсь с вами. Не устану повторять, что тот, кто уже не ищет врага, движется быстрее. И без трагедий, и без драм, и без потерь, и без стрессов, и тем более больниц. И это возможно в наше с вами неспокойное время. Сознательно отказаться от любых противостояний. Очень рада, что у многих, кто осознал бессмысленность хаоса, который нам с вами тоже навязали, так как в мирах света его нет, поэтому там к власти никто не рвется, как здесь у нас, зная, какая это ответственность, а планомерно развиваются, соблюдая законы мироздания. Вот так и у нас. Если я соблюдаю законы мироздания, то все аспекты выравниваются с божественным потоком. Мы с вами по ряду многих причин не можем знать сегодня все законы мироздания, но вполне можем просить Вселенную и свое высшее Я вести меня по дороге к свету, не нарушая законы Вселенной. И душа будет вести вас, как на горном слаломе, обходя флажки и обходя препятствия. И вам не нужно будет спрашивать у кого-либо о правдивости информации, об авторе, о сайте. Вы будете чувствовать сами, что вам по душе. вы будете синхронизироваться со своими высшими аспектами. Естественно, с людьми и сообществами светлых душ. Вас нельзя будет обмануть, потому что вы перестали обманывать себя. Жить в перекосах, жить в преломлениях, жить в противостояниях, жить в доказательствах, спорах и конфликтах, потому что вы будете тонко чувствовать. Как можно понять, светлое это или темное? Да очень легко, очень легко, поверьте. Там, где вам становится легче, после чего у вас остается радостное состояние, присутствие легкости. Вот это и говорит о том, что вы движетесь верно, в верном направлении. Жизнь становится более светлая. Я выложу позже ролик, вот как раз он продолжает вот эту тему. То есть с каждым днем, отказываясь от чего-то, мы приобретаем большее, мы становимся более чувствительны. И кто бы и что бы вам не говорил, у вас будет свое новое восприятие своей новой реальности. Да, человек это общественное существо и только объединившись в состоянии создать планетарный единый и неделимый альянс с планетой Земля. И вот этот настрой можно смело назвать состоянием дом или благополучное победоносное завершение земного путешествия. Ну, выход из сансары, выход из трехмерной матрицы, выход из программ дуальности, это все одно и то же. Тогда вы можете смело сказать, что вы вышли из хаотических волн трехмерной матрицы. Куда? В свет, в спокойствие, во внутреннюю тишину, в бесстрашие и любовь, в благодарность и благодарение за жизнь. Вот такая непростая кристаллизация происходит с нами в феврале. Еще у нас есть несколько дней, когда мы завершим февраль и выйдем совершенно в другое пространство. И это не по месяцам, как раньше. Вот февраль закончился, мы выходим в март. Нет, мы выходим в другие волновые характеристики. Дорогие друзья, верьте в себе, верьте в себя. Сейчас идет много провокаций и всевозможных проявлений негатива, не поддавайтесь. У вас есть свое восприятие, у вас есть свое высшее Я, у вас есть своя связь с мирозданием, ваша жизнь неповторима и чудесна в любом случае, и в ней всегда можно увидеть счастливые глаза единомышленников при желании. Субтитры Продолжение следует...